Ни много ни мало. Одно из старейших образовательных учреждений округа, социально-гуманитарный колледж имени Иванова Учейского, отметил свое 85-летие. По случаю столь значимой даты во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены представители власти, преподаватели, студенты, выпускники и все, для кого Петколледж успел стать родным. Новый юбилей, юбилей, любимое ведучилище, а ныне социально-гуманитарный колледж. Социально-гуманитарный колледж является практически ровесником округа. За его 85-летнюю историю поменялся не один руководитель. Открывались новые направления подготовки студентов, педагогический коллектив пополнялся новыми преподавателями. Но всех объединяет одно – любовь к своей профессии. Историю колледжа делают люди. И мы бесконечно благодарны педагогам-ветеранам, многие из которых практически всю сознательную жизнь отдали нашему учебному заведению. А бесчисленные выпускники, получившие знания в области педагогики, информатики, экономики, медицины, культуры – это лучшее подтверждение востребованности колледжа. Одна из выпускниц педучилища – Ульяна Истомина. 20 лет своей жизни она посвятила любимому учебному заведению. Из них 4 года учебы и 16 лет работы директором. Наринмарское педагогическое училище выполнило самую главную задачу в истории развития округа. Оно ликвидировало неграмотность. Первые выпускники ехали в Тундру, работали в Красных Чумах, работали в Рыбацких Станах. Те первые выпускники отдали все свои молодые силы округу. И то, что мы сегодня имеем, заложено там. В свое время педагогическое училище обеспечивало кадрами не только Весненецкий округ, но и Мизенский, Лешаконский и Пинежский районы Архангельской области. Наринмар студенты ехали за знаниями, а потом возвращались к себе домой уже высококвалифицированными специалистами. И по сей день социально-гуманитарный колледж пользуется успехом. Отношения педагогов и студентов, то я бы сказала, что они очень доверительные и демократичные. И когда первокурсники приходят к нам учиться, они бывают не готовы к таким взаимоотношениям. И им кажется, что это все не должно быть так, а потом привыкают и начинают оценивать эти отношения. О доверительных взаимоотношениях говорят и сами студенты. Для многих из них колледж стал вторым домом. Очень приятные педагоги, очень хорошие. Они всегда относятся доброжелательно, помогут, если что-то не так, и не дадут просто так уйти из колледжа. Мне нравится в колледже. Когда я первый раз пришла, я подумала, что это мой второй дом. Очень хорошие учителя, все добрые, отзывчивые. И всех люблю. Люблю колледж, он мне нравится. За 85 лет выпускниками учебного заведения стали тысячи высококвалифицированных специалистов. Они работали и продолжают трудиться не только в округе, но и за его пределами. И по-настоящему хорошее учебное заведение, которым является колледж, отличается, прежде всего, умение принимать нужды региона. Готовить тех специалистов, которые востребованы, которые, получая квалификацию, тут же имеют возможность применить свои знания на практике. И мне хочется пожелать коллективу, прежде всего, успехов. Мне хочется пожелать студентам, чтобы они получали востребованные знания. За личный вклад в развитие образования в Ненецком округе и по случаю 85-летия колледжа, бывшие нынешние работники учебного заведения удостоены почетными грамотами и благодарственными письмами.